всем привет привет кто на связи как делам проверка звука кто как слышит все звук есть сегодня у нас в гостях интересный собеседник у нас не интересных не бывает сегодня илья карпенко мастер спорта международного класса по каратэ кокосинкай рекордсмен мира вот и я уже поэтому сразу в принципе и начнем с разговора а любви приветствуйте ильюх привет рад тебя видеть как там как сильно слушай у нас здорово если ты общаешься с друзьями родственниками знаешь что у нас погода прекрасная вообще все классно тем самым карантин еще тяжелее переносится или сейчас можно выходить уже из дома слушай но мы у нас разрешены прогулки в парках скверах занятия на открытом воздухе поэтому мы честно не ограничены но везде в россии во всех регионах по разному у нас так поэтому мы кайфуем зала еще закрыты зала закрыты зала закрыты занимаемся только на улице что говорят что прогнозируют когда откроют слушал ну разные слухи ходят говорят что все лето будем сидеть дома что будем заниматься только вот на улице кто-то говорит что там сначала лето с 1 непонятно и неизвестно не могу сказать то есть лагеря тоже да пока отпадают вообще не знаешь как это будут делать дела с лагерями я надеюсь я надеюсь что лагеря разрешат ввиду того что видел в аккаунте нашего губернатора как он делал обход в тапкинском районе насколько я понимаю вкус бассе и готовится смена к лагерю ну да это потеря если в краснодарском крае сейчас они за голову взялись там-то сочи там сезонная работа сезонное вообще все можно сказать жизнь сезон и у них сейчас сезон вылетает уже месяц прошел от сезона они сейчас за голову возьмутся если дети еще после домашнего обучения еще все не обучение это не мой конек скажем скажи сразу вот знаешь есть разделение киокусинка и киокушинка в чем ключевая разница разные ли это виды спорта и вообще почему они называются по-разному скажу так вот существует несколько организаций в россии практикующих вид стиля киокушинка и ну известно что девяносто четвертом году умер наш основатель стиля мостуация яма и произошел некий раскол во всем мире в том числе и в россии и зарегистрировано было множество организаций в том числе в россии вот и когда пришли к выводу что необходимо зарегистрировать какой-то вид спорта как киокушинка и несколько организаций круг крупнейших организаций их сейчас в россии 5 они пришли к мнению что давайте создадим был создана создана ассоциация киокусинка и россии куда вошли как раз эти пять организаций и у всех по-разному называлась одни назывались киокушинка и другие назывались киокусинка и другие назывались Шин Киоку Шинкай. И пришли к какому-то одному названию, чтобы никому, можно сказать, не было обидно. И назвали как вид спорта. Зарегистрирован был как раз Киоку Шинкай. По сути, правила очень похожи у всех организаций. Но существуют они в раздельности от себя. Но в то же время существуют турниры объединенные. Есть турниры, когда вместе спортсмены с разных организаций. Да, да. Когда все спортсмены выступают между собой, выясняют, кто круче. Чей стиль круче все-таки. То есть, даже функционеры могут договориться. Обычно это такая проблематичная история с точки зрения политики. Да, это не часто бывает. Это буквально раз в год, раз в два года проходят подобные турниры. Поэтому, да, это действительно непросто. На твой взгляд, какая из организаций, наиболее популярная, в первую очередь, и какая вот, ну, ближе, допустим, сотрудничает с Олимпийским комитетом, международным Олимпийским комитетом, вот на твой взгляд. Ну, так как я представитель ИКО-1, это международная организация Киев-Бушикай-Кан, я, конечно, может быть, могу быть субъективен в этом мнении, но я считаю, что наша организация более популярна. И если говорить о сотрудничестве именно с Международным Олимпийским комитетом в плане каратэ, в плане входа в Олимпийские игры, именно наш руководитель, Канчо Мацуи, директор организации, он сотрудничает непосредственно в Японии с японскими каратистами, бесконтактниками. Насколько известно, тебе, не знаю, знаешь, нет, что именно в каратэ в Олимпиаде будет представлена именно бесконтактная. Спортивная она сейчас называется. Да, спортивная, то есть наподобие тэквондона, очки, то есть вот, чтобы обезопасить, как бы, всех, скажем, спортсменов. Скажи такое, сколько вот на вскидку на чемпионатах мира присутствует стран, если, ну, есть такая информация? У нас, скажу за нашу организацию, у нас, скажу сразу, у нас проходит чемпионат мира в двух видах. В абсолютном весе раз в четыре года, и раз в четыре года проходят весовые турниры. Вот буквально в девятнадцатом году крайний был чемпионат мира в абсолютном весе, где участвовало порядка, ну, не знаю, семидесяти-восьмидесяти стран, наверное. Вот. И вот, это как олимпиада в карате у нас, по сути, абсолютный чемпионат мира, где участвуют порядка двухсот участников в одной пульке, в одном весе. То есть выясняют, кто хуй с хуй, как говорится, да? Кто лучше. Абсолютно верю, то есть это может быть, там, образно говоря, спортсменный, 60 килограмм, по 60. Супер, супер тяжелым, да? Были ли прецеденты, что спортсмен достаточно легкий, там, ну, как мы говорим, 60, ну, ладно, 70, выиграл абсолютный чемпионат? Вот, да, хочется сказать, подобные были случаи, но, я, насколько помню, это только, ну, единожды было, в 2000, ой, обманул, в 1991 году выиграл Кенжи Мидери, он был порядка 73-75 килограмм, и он стал чемпионом мира в абсолютном весе. То есть, ну, очень крутой боец. А вот, знаешь, было награждение как-то, золотой премии, золотой пояс, от РСБИ, и как раз награждали паренька, он то ли из Чечни, то ли из Дагестана, я не могу вспомнить, ты мне не подскажешь, он один из самых... Не Тариэл? Да, Тариэл. Он с Москвы, он грузин, он первый россиянин, который выиграл, он первый и единственный пока россиянин, кто выиграл абсолютный чемпионат мира. А какой у него вес приблизительно? Слушай, он был где-то порядка 90-93, 5 килограмм на тот момент веса. Как его звать? Тариэл? Тариэл, Николейшвили, если ты нас смотришь, привет, будешь записи смотреть, привет, это мой хороший друг, классный парень, классный боец, очень... только положительные слова о нем могу сказать. И он первый россиянин, который прошел тест, называемый Хякунин Кумите. Это 100 боев непрерывных с постоянно меняющимися соперниками. Это такая визитная карточка Киокушинка и карате. Это в свое время придумал ему ситуацию Аяма, дабы показать, насколько безграничны возможности человека и, можно сказать, свой стиль пропиарить таким образом, что вот действительно... Ну, это такой тест не на физические возможности, а на такие большие... Моральные возможности. Да, потому что я присутствовал при этом тесте, когда Тарьел проходил, воочию смотрел. Как он проходит? Это 100 поединков по минуте, да, без остановки? Сейчас я тебе расскажу. Этот тест проходит по полторы минуты каждый бой. Перерыв между боями буквально на смену противника. То есть, решение принял там судья, рефери, ничья, либо победа одного, либо другого. И, соответственно, следующее меняется. После каждого 25-го боя дается 5 минут перерыв. 5 минут перерыв. Но там есть такие небольшие упрощения в плане достижения победы. То есть, ты можешь сделать какую-либо подсечку, попадание чистое в голову, тебе будут присуждаться оценки. Оценка у нас примерно как в дзюдо, в Азаре или Япон. В Азаре это полпобеды, Япон это чистая победа. Условно и в то же время необходимо большинство своих боев победить, одержать победу в большинстве боев. То есть, минимум 50 ты должен выиграть. Получается. Да, да. Я, если не ошибаюсь, он порядка 70-80 боев выиграл. А уровень оппонентов он как-то тоже определенно подбирается, допустим, там ниже, там какого-то дана. основная часть бойцов это японцы, также иностранные бойцы. Я был одним из оппонентов. У меня был 90-й бой с ним. Ну, я видел это воочию, но скажу так, что это зрелище не для слабонервных. Когда ты смотришь это по телевизору, у тебя одни ощущения складываются. Когда ты смотришь это вживую и действительно понимаешь, что японцы они в принципе не хотят, чтобы он прошел этот тест. И они пытаются его каким-то образом травмировать, вывести из себя, пробить и так далее. Но это действительно очень жестокое испытание. Я бы, честно, сам не хотел бы пойти. Честно, ну, не мое. Что дает этот тест? Это какой-то следующий дан, пятый дан, может быть, либо это титул? Нет, оно не дает по сути каких-то преференций в плане черных поясов, данных никаких. Они просто показывают как бы возможности человека и таким образом реклама стиля нашего, что у нас есть вот такое дело и что мы можем вот таким образом уникальное, уникальное, знаешь, какое-то способ. Да, ну, по сути, вот как взять тамишивари, да, тамишивари разбивания досок, тоже как бы в свое время Мустат Сааяма как бы ввел эту дисциплину в карате, в киукушинкай. Ну, хочу еще чуть-чуть раньше вернуться, что Мустат Сааяма создал этот стиль, когда не было еще контактного карате, когда он занимался бесконтактным карате, он занимался дзюдо, и он в противовес бесконтактного создал именно контактный стиль. Изначально стиль киукушинкай были соревнования с ударами в голову, голыми руками, голыми ногами, соответственно, было много травм и ввели некоторые ограничения в виде ограничения ударов руками в голову. Ногами в голову разрешено, руками в голову запрещено. Вот. И также Тамишевари он ввел и ну как показать демонстрацию человеческих возможностей, к чему ты в принципе можешь прийти благодаря занятиям киукушина, что нет никаких преград и ну вот в свое время он сказал, что киукушинка без Тамишевари подобно дереву, которое не приносит плодов. Вот такая вот идея была. Ты можешь сравнить вот этот тест это что-то вроде знаешь как краповые береты сдавит, то есть она воинского звания никакого не приносит, но выводит ее то есть на какой-то определенный уровень и все знают о твоей уникальности. Это тоже такой достаточно тяжелый тест. Да, да. Краповый берет, где они там бегут там с амуницией там с полной экипировкой там сколько-то километров много, потом дерутся. Я не сравниваю по сложности, я имею ввиду, что тоже как бы краповый берет есть краповый берет, он нигде не учитывается особо, но по сути ты это по сути как бы и в первую очередь для себя, насколько ты вообще готов можешь это испытание пройти и поэтому вот подобного образа теста. А как вот понять вот и считаешь ли ты справедливо допустим вот Итериэл там допустим лечит и черные пояса, да, которые прошли в спальне. Но черный пояс, я так понимаю, что можно и другими как бы сказать тестами там ката или еще что-то заслужить. Ну я тебе расскажу. Тест на черный пояс во-первых существует градация некая, чтобы до черного до претендента стать претендентом на черный пояс ты должен пройти путь от белого пояса оранжевого синего желтого зеленого коричневого между ними еще там есть скажем полоски на поясах, да. Ты по сути много лет к этому идешь. Я к своему черному первому черному поясу ушел 10 лет. Вот и тест состоит не только из ката а также ты сдаешь технику технику с места блоки удары передвижения такие базовые вещи можно сказать назвать допустим с боксом сравнить школа бокса есть такое понятие школа бокса допустим там на разминке там делаешь какую-то школу определенную там бой с тенью там уклоны нырки ухода и так далее вот тоже самое можно привести в пример карате да ты сдаешь технику показываешь ее у тебя экзаменаторы помечают какие у тебя есть недостатки если есть недостатки гуляй до свидания в следующий раз приходи если нет проходишь к следующему этапу следующий этап соответственно в плане техники это состояло ката то есть ката сдаешь это такая скажем гимнастика с воображаемым противником бой с тенью и этих ката очень много очень большое количество там порядка на черный пояс порядка 20-25 если не больше могу ошибаться вот после этого если ты этот тест прошел ты допускаешься к тесту физической кондиции физической там порядка 100 отжиманий 100 приседаний 100 пресса там ходьба на руках растяжка тебе дает дополнительные баллы если ты сдал там допустим на шпагаты какие-то сел вот там прыжки через палку такие такой есть тест где-то деревянная палка тебе нужно прыгать порядка там 20-30 раз через палку и еще есть тест достать на высоте там мячик подвешенный там с вертушки допустим в прыжке как ван дам сделать красиво вот и тогда если ты эти тесты благополучно прошел тогда ты допускаешься к последней стадии это непосредственно боевая часть вот непосредственно боевая часть в различных школах в различных регионах количество боев очень разное где-то на черный поезд там 10 боев достаточно где-то 15 где-то 20 в зависимости от тех участников кто этот тест проходит то есть условно если там ветераны есть ветеранская также сдача старше 35 лет у них свои как бы требования и ты их проходишь а до 35 лет ты должен все как бы пройти в полном зачете со всеми молодыми 18-летними свежими пацанами и пройти эти бои они они проходят как правило бои уже не в соревновательной форме без защитной экипировки а в перчатках бывают разрешают снять перчатки но обязательно на ноги защита должна быть защита на пах соответственно вот таким образом и если ты проходишь этот тест тогда ты получаешь черный поезд то есть ты не можешь быть без париков не можешь черным поезд да условно если ты допустим просто есть вот допустим дисциплина ката которой люди соревнуются именно только в ката да если ты черный поезд и ты соревнуешься только в ката это не значит что ты заработал за счет ката то есть ты в любом случае проходишь этот тест и боевую боевую часть только так ну это больше наверное я почему так решил что подумал это с джиу-джитсу вот которая сейчас бразильская джиу-джитсу что не всегда черный поезд черному поезду знаешь вернее черный поезд черному поезду рознь потому что иногда его можно так получить непонятно у кого безусловно здесь то есть ты проходишь в любом случае спарринги боевую какую-то такую практику ты получаешь это не просто так давай к такому вопросу вернемся я его сейчас сразу объясню вот ситуация это все же вот спортсмен именно такая легенда который реально дрался побеждал быков либо все же это знаешь Брюслей все мы знаем любим то есть он в большинстве привел столько народа в зал сколько ни один чиновник Брюслей Ван Дамм Шварценеггер в качалке соответственно но все же сейчас уже с возрастом ты понимаешь что это больше какой-то философ мотиватор пропагандист боевых искусств то есть как бы зафанател этим делом но не было спортивной составляющей вот Мустат Саяма все же ты веришь что реально побеждал быков или все же это как знаешь Хабиб боролся с медвежонком но сейчас это обрастает легендами в любом случае и через несколько лет он реально будет так что Хабиб в тайге боролся с настоящим медведем вот твое мнение слушай ну мое мнение я рос на этом да воспитывался этими знаниями этими вещами на мой взгляд это было может быть это было не в том объеме в каком пишешь что он там с 50 быками это как бы ну необходимо чем-то наверное подтвердить но есть какие-то хроники действительно фрагменты боев с быками известно что он в одном в одних из боях он чуть не потерял жизнь так скажем ему что-то рогом насколько я знаю повредили жесткое ребра вот был ранен вот и в какой-то момент потом ему запретили просто с животными драться по-моему он хотел то ли с тигром то ли с кем то ли со львом зоозащитники да 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 ну как бы ну он к чему это идею эту вообще внес он говорил что у меня как бы нету соперников среди людей и вроде как ну надо показать силу своего стиля пропаганду какую-то сделать и вот мол я давайте я быка завалю условно да как бы по-простому можем так сказать но он действительно был великий человек если бы он не был таким он бы не сплотился миллионы людей которые сейчас в принципе продолжают заниматься этим стилем известно что из этого стиля много еще было ответвлений там типа кудо там всякие сейчас скажу косики карате ну и так далее сейчас не буду заостряться на этом и ну миллионы людей которые по всему миру заразились его именно энергетикой что ну действительно он ездил по миру по всему пытался там с рестлером с американскими там еще с кем-то драться вот уходил в свое время в горы на на несколько там месяцев три месяца полгода там год там сбривал себе брось там чтобы показать что я блин отражение смотрел свое в лужу я говорит не могу так выйти люди я остаюсь здесь тренируюсь развиваюсь и так далее как бы вот кто-то из подписчиков написал что он как шоумен и в принципе это тоже маркетинг выход как ты сказал по поводу того что показать что твой стиль ну имеет такую силу ты пойми меня правильно я ни в коем случае не говорю о неуважении к кому-то или сомнении к мустациям потому что это плакат с ними висел в любом спортзале непосредственно у меня дома даже фотография ну его знаменитые в кимоно мне кажется везде поэтому это такой один из героев там мотиваторов но вот эта вот составляющая она интересная как-то тоже человек обрастает легендами и хорошо мне интересно было твое мнение по этому поводу даже даже если ну исходить из того что это действительно это может быть какой-то пиар-ход ну представляешь насколько человек дальновидный в плане создания этого в принципе это круто но те моменты что запечатлены в хрониках они они есть они как бы в открытом доступе есть бои с теми же быками поэтому как бы я считаю что это это действительно правда на твой взгляд какой самый какой самый жесткий вид карате вот ты назвал кёсики достаточно развит в свое время был сейчас не знаю в кузбассе кудо может быть спортивная какая-то разновидность карате или все же кёкушинкай самый жесткий слушай значит так скажу что жестко не жестко побеждает прежде всего мастер человек а не какой-либо стиль как бы есть классные ребята там в бесконтактном карате да там взять тот же UFC давай Лиота Мачидо есть чемпион бывший чемпион UFC офигенный крутой у него обалденный тайминг все на чувстве так все с этих с разножек он там людей уложил там Майя Герри бил Белфорту или кому или Кутюру сейчас не вспомню по-моему Кутюру он Кутюра или Белфорта уронил но у него ярко выраженная техника была да да тот же там допустим Конор Макгрегор по-моему какое-то отношение карате имел Кио Кушин в UFC там есть Джордж Сен-Пьер он в Кио Кушинкай занимался хотя так смотришь его бои там Кио Кушин как бы мало видно что он там в основном борец да в борьбе уделяет внимание для меня для меня Кио Кушинка это самый сильный вид единоборства самый сильный вид карате да ввиду того что действительно плотный бой идет без защиты на руки на ноги я дрался по косике карате однажды у нас классные ребята кстати новокузненские чемпионы мира меня не довелось с ними ни с кем сразиться к счастью или к сожалению вот но сам момент там ограничения в виде там протектора на грудь ну как бы немножко сковывал очень тяжело дышать в этой маске аквариум маска да вот это как в кудо по-моему она подобная маска ну вот так вот смотришь и да вот смотришь там косики карате классные бойцы есть этот кудо классные у нас бойцы там есть кстати интересная система в кудо вот вес плюс рост знаешь да там единицы 230 ну вот у них категории допустим не до килограмм а до допустим 240 единиц это ты взвешиваешься и рост меряешь и там складывают и получается твоя категория условно тебе с твоим тебе с твоим ростом тяжеловато ну хотя наоборот может быть там с легкими какими-нибудь ну это интересно я даже об этом никогда не слышал как бы не задумывался надо почитать об этом да скажи как вообще попал в карате почему выбрал ты родился в Новокузнецке или переехал в Новокузнецке да да я родился в Новокузнецке жил большую часть жизни в Кузнецком районе ходил в школу номер 10 первый раз увидел тренировку по карате именно в 10 своей школе родной любимой и увидел как ребята в белых халатах занимаются понять не мог что это как это и однажды удалось прийти на тренировку с одноклассником с которым мы постоянно выясняли отношения и так получилось что я ему на первой тренировке разбил нос как потом выяснилось что это был запрещенный удар но мне понравилось да вот и потом мы я прихожу домой говорю родителям так и так мне понравилось очень карате на что отец говорит ну хорошо пойдем в спортивную школу повел меня в спортивную школу номер 6 ангары но повел на тэквондо я ходил пару недель на тэквондо а был такой грузный толстенький мне так тяжело было там в основном ногами надо было бить прыгать там как бы ну это мне так тяжко было если честно я говорю что-то не то папа и он в соседний зал меня повел на карате киукушинкай и вот по сути как бы не родители меня привели я сам как бы к этому можно сказать пришел это сразу был киукушинкай правильно да 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 не бесконтактный не шатакан 8 лет я пришел на карате киукушинкай на каком промежутке времени или соревнований ты понял что блин это тема моей жизни слушай ну что случилось такой переломный момент поначалу мне было очень тяжело я был такой ну и говорю что толстый неповоротливый мне так все тяжело давалось мне как бы а меня ну батя подстегивал постоянно давай 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 все нормально там давай там потренируемся дополнительно у нас в Кузнецке еще чертов мост такое место есть возле Кузнецкой крепости мы бегали туда брали с собой там ядро он брал знаешь для постановки удара он такой прошаренный был очень человек он любил бокс но почему-то в бокс меня не повел не знаю почему даже как бы не было разговора что давай попробуем бокс не знаю может переживал за голову там за мою вот ну не сразу у меня первые сразу были поражения долгое время несколько лет потом где-то лет в 11 были первые успехи и я понимал у меня начало получаться прежде всего моменты какие-то знаешь живота пробить там в печень допустим там левой рукой думаю нифига круто ты просто можешь там тут-тут-тут защищаться бам в размене там засунуть руку ну и как бы нокаутировать очень много нокаутов у меня именно в период там допустим с 12 до 17 лет очень много было нокаутов руками в именно по печени ну и потом естественно ноги ноги добавились примерно в это же время обманки ногами как бы вот эти моменты очень мне интересно нравились и подвис все нормально да что-то у меня со связью я тебя слышу все хорошо ага вот и моменты именно те которые прививались там тренерами мой первый тренер Сергей Солдатов ему огромное спасибо как бы какие-то кассеты мне давал старых бойцов там 80-х годов чемпионата Японии там 90-х годов и ты как бы смотрел познавал этот вид этот стиль насколько ну круто да я кайфовал от этого и вот это подстегивало и со времен говорю очень просто углубился в это вник и как бы и до сих пор как бы с этим живу такой момент был на соревнованиях что ты выиграл какие-то определенные соревнования и понял что да карате теперь со мной по жизни это не только как бы мое хобби увлечение но и моя работа моя жизнь вот можешь ли такой момент вспомнить ну у меня было в таком в юношеском возрасте в юниорах уже 16-17 лет поехал на первый свой турнир большой первенство России в Санкт-Петербург занял второе место проиграл там бойцу из Хабаровска по весу у нас есть такая тема если равный бой вставят на весы если есть там разница буквально там больше трех килограмм побеждает легчайший вот а тот парень еще косил немножко весь бой как будто я ему там рукой в голову попадал ну я очень расстроился проиграл сзади второе место на следующий год нас в первом бою с ним сводят я его выигрываю вот и тогда становлюсь чемпионом России первенство России когда 17 лет мне было выигрываю турнир выигрываю там я помню еще что-то такие призы для нас для Киркушина сумасшедшие были за первое место телевизор 16-17 мне дали какой-то телевизор 16-17 свыше 70 килограмм категория у меня была еще мне приз за лучшего бойца дали CD-плеер Sony это был 2003 год конец 2003 года 17 лет назад и как бы думаю нифига себе вот это по кайфу и как бы с тех пор уже да действительно когда я уже поступил в институт в институт поступал сначала на экономический факультет но не думал что у меня жизнь моя будет связана со спортом но так сложилось что я все равно продолжил тренироваться вот и на самом деле затянуло потом я закончил экономический факультет Кемеровского госуниверситета потом поступил на заочное на спортфак в Новокузнецкий пединститут и заочно закончил его и стал тренером здесь вот вопрос от подписчика я его специально поднял чтобы не говорили что мы не спрашиваем только мои вопросы что Илья думает о таком мастере как Морио Хигаон да 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 я видел этот вопрос честно не могу ничего про него сказать потому что я не вдавался в его биографию но я знаю что возможно даже Аяма в свое время тренировался у этого мастера кто это для меня не посвящен я так понимаю что это из бесконтактного стиля какой-то каратист Морио Хигаона хотя могу ошибаться честно I'm so sorry ты сейчас говоришь что ты тренерской деятельностью занимаешься как много ребят сейчас в Новокузнецке непосредственно занимается вообще в российском масштабе популярен ли Кикушин или есть какой-то спад слушай ну я тебе скажу что и в Новокузнецке и в Кузбассе и в России Кикушин очень популярен очень много ребят занимается очень массово могу обмануть скажу скажу ну у нас как правило вот существует сдача на ПСА два раза в год это декабрь и май сдают у нас порядка 200-300 человек на очередные ПСА ну естественно это не все люди которые занимающиеся но сдают как правило там 10-15-20 процентов от числа занимающихся в группе соответственно там помножусь на 4-5 раз и соответственно будет примерно вот такая вот цифра около я думаю тысячи может быть даже больше тысячи у нас занимающихся в Новокузнецке сколько секций ну вот так вот тренеров основных ты бы выделил ну на скидку там 5-10 тренеров есть в Новокузнецке 20 я думаю даже 20 даже больше 20 где основные точки развития в Кузбассе вот ты можешь сказать что столица пикусинка и карате в Кузбассе это Новокузнецк либо есть еще другие ну не могу так сказать потому что и в Кемерово есть крутая очень организация она в международном масштабе она у нее другое название у нее есть своя история они тоже крутые бойцы у них тоже много тренеров много занимающихся мы с ними сотрудничаем приезжаем на сборы к ним поспарринговать тоже у них есть там свои чемпионы чемпионы мира Европы и заслуженные мастера спорта вот у нас тоже очень много количества занимающихся у нас просто разные организации так скажем вот в российском масштабе если вот мы приезжаем допустим на первенство России по детям то там порядка 500 участников там с 14 до 17 лет порядка 500 участников дико смотри Илья если вот будет ли сын заниматься сын ты будешь заниматься каратэ да он винтяй винтяй да сын он каратэ делает маму там бьет приходится защищаться защищать ее там может по лапам побить там ну так пока балостло ну что ему трех лет ему еще нет я тут скажи если вот ну наукознерство настолько мощное в российском масштабе какой где бы ты выделил такие эпицентры Кёку Синкая ну в России блин ну много на самом деле Москва Санкт-Петербург Пермь Хабаровск Чечня могу обидеть кого-то не вспомнить Екатеринбург подвис подвис Илья ага все видно да нет я не хочу Энн забери пожалуйста вот Пермь почему-то для меня допустим считается центром я много раз просто туда ездил там действительно огромная школа сильно много сильных спортсменов бойцов очень крутая база оттуда вышел такой человек который сейчас помощник президента Юрий Трутнев был мэром города Перми губернатором потом министром природных ресурсов сейчас полномочный представитель дальневосточного федерального округа он очень много помогает для развития и в свое время вот в 2007 году или в могу ошибаться или в 2001 году построил большую школу трехэтажное здание где там медицинские медицинские кабинеты восстановительные там восстановительная зона в виде бассейна сауны ну очень на крутом уровне это все сделано я много раз просто туда ездил проходил много подготовок к чемпионатам мира практически все подготовки к чемпионатам мира я прошел там то есть у меня там много друзей много ребят с кем я непосредственно подготов подготавливался скажем там есть Санкт-Петербург она кузница женских кадров и откуда выход много чемпионок мира оттуда в Москве сильные бойцы в Екатеринбурге в Хабаровске крутые бойцы Дальний Восток это Хабаровск да в основном ну сейчас да сейчас лидирует Хабаровск Дальний Восток там еврейская автономная область из Биробиджана есть ребята хорошие вот Кузнецк Узбасс Иркутск Иркутская область вот такие вот на Урал это Пермь Екатеринбург сильные очень и очень много занимающихся у тебя был перерыв по-моему год или пару лет с чем был связан если не секрет конечно является тайной какой-то это не тайна это в принципе у меня был перерыв с лета 16 по с июня 16 по декабрь 18 я немножко устал от карате честно мне притомило мне не хотелось уже драться кому-то что-то доказывать не было вот этого знаешь драйва какого-то бойцовского что желание большого да как бы ты вроде в форме себя может быть и держишь там занимаешься вот я думаю тебе может быть наверняка известно вот и ну ты говори говори и я где-то в 18 году где-то по осени ну приходил заниматься с ребятами спарринговал так с молодыми с перспективными видел что как бы я еще в принципе что-то подвисать стал вроде бы нормально ну не знаю у меня вроде эти антенны все сейчас нормально ага вот и это был получается один год до чемпионата мира абсолютного и ну как бы это как олимпиада в карате я же уже сказал раз в 4 года да я выступил в 15-м году на чемпионате мира и следующий в 19-м году и я подумал блин ну а почему бы не попробовать ну отобраться на 19-й год ну и начал планомерно ну планировать подготовку туда на каких турнирах надо выступить чтобы какие-то там баллы заработать чтобы попасть в сборную ну к счастью благодаря там нашему руководству моему там тренеру Шумину Игорю Владимировичу там президенту нашей областной организации Калкотину главному тренеру Алымову Александру Николаевичу меня включили в состав сборной правда сначала в резервный состав потом восстановили в основной состав добавили ну и удалось выступить еще на одном турнире на абсолютном чемпионате мира вот эти два года пока не выступал ты приходил в зал большая большая мечта когда мы в детстве смотрим эти турниры это блин ну круто не говоря уже о том чтобы там что-то завоевать ты когда вот эта пауза была ты ходил в зал или прям полностью отдыхал от карате ну от киокушина конкретно я отдыхал довольно-таки большое количество времени я ходил так в тренажерный зал там что-то бегал футбол играл кроссфитом немножко занимался а когда вернулся в зал именно вот в карате когда уже действительно принял решение и начал готовиться к турнирам было блин очень тяжело все отвыкло тело вообще не слушается у меня начала болеть голова когда вообще просто в принципе никогда не болит а тут просто организм мозг дает понять типа ты вообще отдыхай все было хорошо все нормально нормально общались давай завязывай эту тему как бы а еще такой момент как набивка тела знаешь вот это вот голыми руками ногами так все отвыкло тело больно сюда бьют потихоньку вроде знаешь блин все очень больно тяжело было начинать тяжело вспоминать об этом как много ли времени уделяется вот набивке как раз ты затронул и вообще вот как быстро отвыкает тело допустим после соревнований не потренировался недели две вернулся в зал уже чувствительность возвращается или все достаточно долго держится набивка это от моментов зависит от разных как бы нельзя назвать какую-то цифру там неделя две три условно ты не занимаешься и все отвыкло это сложно понять это как бы у всех индивидуально но сколько мы времени уделяем этому я считаю что практически на каждой тренировке какой-то части тренировки ты действительно уделяешь именно набивки ты можешь это в начале сделать в середине в конце не суть но этому довольно-таки большое внимание уделяется ну я не знаю как допустим в том же муай тай ты расскажешь поделишься ну в киркушине да действительно этого много потому что ну близкая дистанция довольно-таки от всех ударов не спасешься не защитишься и поэтому там плотный бой по сути нужно быть готовым тело должно быть готово вот сейчас ты еще действующий спортсмен или уже все прошел чемпионат и ты решил что хватит набиваться в очередной раз неохотно ну хватит набиваться ну слушай ну пока что я сказал что все ну не знаю как как даст Бог там сложится если там семья скажет разреши скажет давай папа еще сделай там может я не знаю сын вырастет скажет папа хочу чтобы ты подрался там не знаю но у вас в этом плане большой плюс у вас есть ветеранский спор получается вот до скольки лет в ветеранах можно ветераны дерутся ветераны дерутся и после 35 и там есть категория 35-40 40 по-моему 45 либо 40 плюс могу ошибаться ну честно я себя не вижу чтобы там по ветеранам выступать во-первых это там немножко все ограничено в виде той же защиты там уже в шлемах дерутся в перчатках в наколенниках накладках на ноги соответственно там в капе ну чтобы обезопасить то есть за здоровье спортсмена за здоровье наших ветеранов скажем так и поэтому честно вот махаться в этой защите честно не хочется не в обиду всем ветеранам которые выступают они крутые молодцы как бы надо есть много чему поучиться что они не опускают руки а соревнуются вот я пока как бы не вижу себя в этом виде вот с чем ну с чем связано понятно ну ты как считаешь не хватает ли этих в таком жестком виде спорта ну это мое личное мнение потому что я первый раз увидел как уж на карате по-моему в Кемерово в цирке еще какой-то турнир проходил ну я считаю что это жестко я много раз присутствовал в соревнованиях я видел это для меня иногда это даже непонятно как вы стоите напротив друг друга и молотите по корпусу голыми кулаками это жестко но не считаешь ли ты что не хватает удара в голову ну вот руками руками или вот ну как бы я понимаю что это уже традиция ну все же со своей точки зрения не добавил бы может это добавило какую-то яркость добавило бы маневренность для того чтобы не пропустить удар либо это все же специфика это вот то что и отличает Кюкосинка от других ну как говорится каждому свое если ты хочешь добавить удары руками в голову есть подобные турниры вот в нашей организации мне сложно сказать но по-моему тоже что-то подобное но в семиконтакт скажем такой полуконтакт да сделали иногда проходят такие турниры очень редко я помню по-моему только один в Японии какой-то подобный прошел с обозначением там действительно на дистанции то есть чтобы там не было просто мясорубки какой-то то есть такое умное карате скажем так да показать ну если ты хочешь можешь есть ответвление такой ичигеки кикбоксинг созданное одним из киукушиновцев Франческо Филлио который дрался в свое время в Кейван вот и он создал эту систему для бойцов киукушина непосредственно где ты можешь себя проявлять вот если есть у киукушиновцев такая они могут туда пойти вот но я я бы добавил я участвовал в турнирах по кикбоксингу если ты помнишь знаешь вот да да вот как бы но это очень тяжело да действительно руками в голову для каратиста для киукушиновца это очень тяжело надо привыкать надо работать отдельно боксом заниматься потому что чувство другое совершенно ну как ни крути давай вернем перейдем вернее от киукушинга киукушина здесь надо сразу сказать что создатели самого киукушина того японского это был один из учеников то есть непосредственно взаимосвязь киукушина и киукушина плюс такие там выдающиеся Энди Хук Франциско Филлио ты назвал Глоб Фитос ну и Сэмми Шилов естественно смотрел ли ты киукушинга или ну вообще твое отношение к японскому киукушингу киукушингу или все же тебе больше традиционно ну традиционное свое нравится или киукушинга тоже было в твоей жизни я его до дыр засмотрел Артем как и ты наверняка на кассетах эти все бои когда Энди Хук Эрнесто Хус Питер Альц вот эти все Ромли Бэннер Майк Бернардо помнишь еще Стэнли Мужик такой был этот тип был жесткий с такими ногами огромный с руки там что-то за секунду вырубал конечно мы я все это прошел все это смотрел они супер зрелищные бои были и такая вот эта вот формула восьмерки в свое время которой сейчас практически нигде нету ты только в Глорию выступал потом как по мне это не надо придумывать колесо это самое понятное для зрителя для бойца и самое мне кажется справедливое ну да тем более что ты когда ты в один вечер выступаешь действительно это проверяет насколько ты действительно готов не к одному бою к трём боям готов по сути да то есть тебе надо необходимо правильно рассчитать свои силы правильно все сделать вот это крутая была восьмерка гран-при вот эти какие Иванка мы ждали когда там Бадр Харри появился да там многие там вот эти бойцы это было супер зрелищно кто нравился можешь выделить из тех бойцов золотой РК1 так скажем Илюха ага все есть да-да все я слышу кто нравился ты спросил да в К1 да слушай блин так вот одного не назовешь ну наверное такого знаешь вот блин самого 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 если одного выделить это наверное Питер Айтс не знаю он мне блин странно что ты не называешь Энди Хуга то есть это мне кажется предстоит не он он очень крутой был но именно вот в К1 наверное он немножко не достиг тех высот каких мог достичь ну он был во-первых ему тяжело было за счет своего роста он там метр восемьдесят по-моему он такой невысокого роста несмотря на свой рост он там вертушки там топором бил как я не знаю что очень был дикий чувак но я считаю у него у него такая очень слабая челюсть была что ему когда чуть-чуть попадали он падал в Киокушине он был тоже очень крутой Энди Хук и потом молодец да действительно что он сделал такой вызов по сути пошел в Киеван там был очень успешным но именно кто для меня там самый крутой вот Питер Айтс хорошо смотри вот для меня одно из таких моментов очень важных в карате которые мне импонируют это дисциплина причем наверное такая дисциплина которую я не встречаю в других единоборствах и ее не хватает как раз я сейчас объясню в чем она заключается я приехал раз как раз в Хабаровск на мастер-класс у меня был и там получается бойцы из Кикушенка они то ли перешли то ли как бы выступали и там и там они выступали и по тайскому боксу ну и взяли мастер-класс я приехал во-первых это было там 200 человек и они на каждый я захожу в зал и они у вас для меня это как бы у них вот это вот то есть сенсей семпай ученик вот эта градация очень важна уважение к старшим на твой взгляд на что у вас в зале строится ли важна ли дисциплина так же как и раньше потому что сейчас есть законы которые регулируют отношения тренера ученик и зачастую можно тренеру очень сильно подстрелять по этому поводу ну слушай действительно да действительно без дисциплины никуда и зачастую может быть родители которые отдают своих детей именно в карате они ждут именно вот этого воспитания дисциплины потому что сейчас такое время когда дети очень себя ведут очень разнузданно плохо и они ищут помощи именно в занятиях карате этого да и не зря говорят что карате начинается с поклона и заканчивается поклоном да так же ты заходишь в зал ты делаешь поклон в зал ты готовишься к тренировке то есть вот ты должен сосредоточен быть на этом то есть внимание тренера ты должен слушать не перебивать там как бы это такая по-своему своего рода армия да для ребенка еще такие вещи придуманы в свое время Мосту Ацаяма такой как внутренний ученик учи дэши тоже такая своего рода армия в Японии существовал такой курс когда приезжают адепты такие студенты познавать стиль познавать искусство это и когда они живут можно сказать в условиях такой казармы где они живут убираются моются кушать готовят себе тренируются и все вот это вот эти моменты очень тоже прививаются я знаю в России тоже некоторые есть города где вот эта вот система работает это очень интересно и действительно воспитывает молодых людей есть ли проблемы с родителями которые недопонимают что дисциплина очень важна в карате и в любом в виде единоборств везде родители абсолютно разные они многие не хотят вникать в смысл вообще единоборств спорта боевых искусств где необходимо внимание терпение вот эти все вещи что они думают что вот я вам дала ребенка сделайте мне из него чемпиона условно ну вот они не хотят они не хотят вникать вообще в как бы подводные вот эти камни не хотят заглядывать вообще не хотят ничего знать они думают что у них ребенок ангел воплоти и все подобное но амбициозных таких родителей которые говорят вот он у меня дома ходит воздух пинает сто процентов будет чемпионом я уверен такие приходят да конечно конечно всякие приходят а некоторые наоборот говорят ой там лишь бы чем-то занимался пускай чуть-чуть позанимается молодец сегодня не пошел тоже молодец ничего страшного а кто-то там три раза в день своего гоняет вот расскажи вот к этому же вопросу всю градацию я знаю сенсей и сенпай мне уже это как бы импонирует сенпай это старший ученик насколько я понимаю сенсей соответственно тренер учитель да какие еще есть вот кх я слышал но я даже не помню куда и вот выше сенсей кто идет выше сенсей идет сенпай это первый второй дан это черные пояса с одной золотой нашивкой с двумя золотыми нашивками чем больше нашивок тем выше дан 3-4 нашивки это сенсей 3-4 дан с 5-го по 8-9 это шиханы то есть такие уже шихан это скажем такая степень она уже дается она и сдается на эту степень и помимо всего того что ты сдаешь необходимо иметь условно свою организацию свой какой-то статус уже более высокий чем просто мастер чем просто ты спортсмен который там чемпион мира чемпионом мира ты стал допустим ты не обязательно что ты станешь шиханом ты также можешь там первым вторым третьим четвертым данным быть условно но не заработать именно степень шихана а шихан именно дается за подобные вещи именно за заслуги скажем перед отечеством да в киокушине в своем регионе сколько у тебя учеников какая у тебя организация какие у тебя заслуги вот как-то так а перед симпаем кто идет ну вот обычный вот перед перед симпаем как раз идут цветные пояса которые вот я назвал первая степень это вот которая на всех одевается это белый пояс следующий градация идет кю у вас муай-тай как-то по-другому называется кханы кханы да их сейчас ввели но это такая похожая наверное это больше из карате даже взят вот и идет от десятого по первый кю то есть самый младший это десятый кю это оранжевый пояс потом идет полоска синяя полоска как в дзюдо знаешь на вшивке эти в дзюдо или в джиу-джитсу на шивке делают вот оранжевый синий полоска это перед синим поясом следующий синий пояс это восьмой кю потом идет седьмой кю это синий с желтой полоской желтый пояс с шестой кю с желтой зеленой полоской пятый кю зеленый пояс четвертый кю зеленый с коричневой полоской третий кю коричневый пояс второй кю и коричневый с золотой полоской это первый кю это самый последний кю перед черным поясом вот Вот, ну, говорю, что вот у меня, допустим, заняло время от белого пояса до черного, 9 лет, не 10, 9 лет я к этому шел, 17 лет я сдал на черный пояс на первый, да, вот. А если брать, допустим, мастеров, которые наш президент сейчас международной организации, он в свое время начал карате в 12 или в 13 лет, и он, по-моему, за год, за год стал черным поясом. Ну, я как бы, в то время, видимо, это как бы по понятиям можно было такого добиться, но он действительно был выдающимся спортсменом, бойцом, что он в 17 лет, он уже стал там призером чемпионата Японии, но до этого там никто этого не становился. Потом он стал чемпионом Японии несколько раз, потом стал чемпионом мира, прошел тест 100 боев, и вот сейчас он президент международной организации. Смотри, кого бы ты сейчас выделил из персон знаменитых таких бойцов, людей, которые развивают, как у Кусенка, блогеров, возможно, тренеров, вот давай вот 3-5 назовем человек, которые известны в российском пространстве, не в мировом, в российском, ну, в постсоветском, постсоветском даже лучше. Блогеры? Блогеры? Или крутые тренера? Вот давай пару крутых тренеров, блогеры, вот, например, я тебе к чему-то, Макс Дедик, да, он все равно, то есть, достаточно популярная персона в Москве, то есть, как они крути, а Кусенка я тоже, ну, как бы, много от него знаю, потому что он в медиапространстве. Вот, может, кто-то еще есть у других, но я, к сожалению, о них не знаю, вот кого бы выделил ты? Ну, слушай, ну, таких известных мастеров, да, ну, Лечи Курбанов в Чечне, наверняка, тоже знаешь, да, взять, допустим, северную столицу Евгений Ильмов, тренер чемпионов мира, чемпионок мира, да, заслуженный тренер России. Давай возьмем, допустим, Дальний Восток, Ромка Семченко, сейчас самый молодой, наверное, заслуженный тренер России. Как пропал? На чем тревались? Ага, все есть. Вот на Семченко, Роман. Семченко, Ромка Семченко, мой хороший друг, Сенсей, четвертый Дан, молодой парень, 33 года, по-моему. И он уже сейчас заслуженный тренер России, то есть к нему ребята приезжают из-за границы, там, с Испанией, там, с Франции тренироваться к нему. Ну, то есть он уже... Владивосток это или... Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск. Хабаровск, да, вот, если так вот интересно, допустим, тебе бы было тоже с ним, если будет желание пообщаться, очень крутой парень. Вот, у него большая школа, у него очень большое количество учеников, они на многих соревнованиях очень классно выступают, у него там большая когорда чемпионов, чемпионки мира, призеры и чемпионы Европы, и большая, скажем, армия бойцов. Новости, где ты читаешь новости, смотришь бои, вот, тогда, если к блогерам вернуться? Ну, я новости читаю, есть и каратэ, это... в Инстаграме есть суперкаратэ. Ну, это старый портал такой. Да, это крупнейший наш портал. Андрюха Куртий, автор, привет ему огромный. Вот, потом взять allboxing, мне нравится, точка.ru, сайт по единоборствам, ну, по боксу, по единоборствам. Ну, в принципе, в основном вот эти вот сайты. Ну, спортбокса сейчас уже нет, раньше спортбокс немножко смотрел. Скажи, ну, как бы мы не можем это не затронуть, вот, расскажи о своем бое с Лечиком Урбановым. Ну, расскажу сейчас, было мне 21 год, это был 2007 год, это был первый чемпионат мира абсолютный для меня. Я попал на этот чемпионат из резервного состава, опять-таки, благодаря, или, как сказать, не благодаря, а вопреки травме одного из спортсменов, меня включили в состав сборной. Я готовился к этому турниру, ну, долгое время, летние сборы мы в Геленджике прошли у Шхана Алымного на горе, где там живешь три недели в палатках, лазишь по деревьям, по веревкам, такие специфические сборы. Потом поехал в Пермь, тренировался порядка полутора-двух месяцов там. Мне там ноги отпинали, у меня были ноги еле живые, мне все ноги пробили. Я, можно сказать, на одной ноге поехал на этот чемпионат. Ну, была такая вера в себя, вера в свои силы, знаешь, несмотря на то, что у меня, как бы, были серьезные травмы на этом турнире. До этого турнира я выступал там и прошел первый день, у меня был один бой, второй день было два боя, и в третий день я выходил на лече. Это был четвертый бой чемпионата. Мы встретились с ним за выход в ТОП-16. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, первый бой вообще среди россиян в чемпионатах мира, в абсолютных. До этого, по-моему, никто не встречался между собой. И накануне был такой интересный момент, что там, ну, я, честно, я не волновался. От меня, по сути, никто ничего не ждал в тот момент. А лече был одним из главных фаворитов этого турнира. Ну, я со спокойной душой к этому бою подходил. Ну, естественно, с опаской, потому что лече там... Мы смотрели до этого где-то несколько лет вертушки его, знаешь, на телефонах по инфракрасному порту передавали друг другу в то время, когда он там накручивал. И, как бы, блин, так круто, да, круто-круто, а потом бах, у тебя в пульке, он там, на четвертый бой. Теоретически, ты можешь с ним попасться. И, ну, вот так сложилась судьба, да, что мы с ним попадаемся, да. И накануне там был момент, у меня был... Во втором бою меня высек грузин, дрался я с грузином, 145 килограмм, битсадзе, тереел. Но он был старый, очень старый мужчина, седой, очень большой. Я не знаю даже, я пробовал вертушку в падении бить. Он просто вот так вот ладошку выставил, да, не то, что там какой-то блок, просто вот сюда поставил, я ударил пяткой сюда, и как бы все. И он мне ударил по другой ноге, и у меня немножко нога заболела, и я у врача лечился. Еще что-то лечь и заходит как раз в этот момент в комнату, когда я лечил правую ногу. И он такой, завтра с тобой деремся. Я говорю, ну да, там, ну все, окей. И потом я вспоминаю бой, он мне бьет только по этой правой ноге, хотя у меня левая больнее, ну как бы больнее себя чувствовала, так скажем. Вот. Ну и накануне я с отцом переговорил, как настрой, как дела. Я говорю, ну как, все хорошо, завтра леча буду выигрывать. Он говорит, ну все, молодец. А я, еще будучи на сборах в Перми, там, что-то пацаны хохочут, а я пульку прорисовываю. Так, вот этого я так выигрываю, вот этого так, так, так. Ну и, короче, прорисовал, они смеются, ха-ки-хи-ха-ха. Я говорю, ну ладно, все, давайте. Вот. А с грузином момент интересный был. Там, что-нибудь с утра надо на зарядку бежать. Илюш, побежали, типа, Тириэл-то бегает. А вот Тириэл, это вот этот вот ветеран, который 145 на второй бой с ним, типа, выходить. Я говорю, ну все, побежали. И у нас бой проходит, но он ничего не смог сделать. Как бы по очкам я выиграл его. И мне мой друг Серега Увицкий подходит. Слушай, ну Тириэл-то, походу, не бегал, Илюш. Я говорю, ну, походу, да. Вот. Ну и все, на бой я выхожу. В третий день начинается. 32 лучших бойца. 32 лучших. Сначала бьют Томишевари. У меня такой, ну, такая мысль была, что, ну, может быть, я его по Томишевари выиграю при равном бое. Думаю, если вдруг сложится так. Думаю, сейчас он будет наверняка много ставить. Я немножко поменьше буду ставить, но буду разбивать. Первое упражнение удар кулаком с икен. И он ставит 7 досок, я ставлю 5. Я не ломаю 5, он ломает 7. Я думаю, ну, погоня не очень у меня началась, конечно. Ну, и он тогда поставил рекорд чемпионатов мира по Томишевари. 31 доску за 4 упражнения сломал. Вот. Я, естественно, понимаю, что по доскам я его не выигрываю. Надо как-то выигрывать иначе. Иначе как, допустим, в нокаутом, там, как-то, ну, по очкам. Думаю, ну, наверное, может быть, колобка крутану в падении, да. Может быть, что-то получится. Ну, и так вышло, что вот весь бой складывается более-менее спокойно, спокойно. И за 10-5 секунд до конца первого раунда он идет на меня. И мне удается с передней ноги, правой ногой, малашью, просто на автомате выбросить это туда. Ну, неожиданно и для него, и для меня, да. Как вот у нас есть Шихан, главный тренер нашей сборной, говорит, нокаут, говорит, это удар, который неожиданный для самого себя. Вот. Ты как бы не то, что там замахнулся и сейчас я его нокаутирую, да, который легко, быстро выкидываешь, и он доходит до цели. Ну, естественно, я тогда немножко почувствовал такую эйфорию, поверил в себя, скажем так. Думал, что все, я как будто джекпот, знаешь, выиграл. Думал, ну, сейчас я дальше-то вообще всех ребят разберу. И меня тут же наслабучил там следующий парень мне просто в левую ногу сразу как дал несколько раз и попал четко сразу буквально несколько ударов. и досрочно я, к сожалению, проиграл. Ну, а с чем это связано? Не с тем, что ты эмоционально, может быть, как бы был, подготовился эмоционально на лече. Это было, как, знаешь, вот бывает четвертьфинальный бой уже как в финал, просто сетка так свела. Вот, не думаешь ли, садимся? Да, можно сказать, опустошился. Можно сказать, да, эмоции кончились. Ну, это действительно, это как бы такой основополагающий бой в моей карьере, наверное, да. Ну, и, как бы, многие, как бы, меня ассоциируют с этим боем, да. Действительно, да, ну, и то, что меня сразу, как бы, немножко на место поставило, судьба Господь так распорядился, да, что-то не зазнавался сильно, сразу мне проверили ногу, вот. Хотя Леча ни разу в левую ногу не ударил за весь бой, а в следующем бою парень, еще и стоял он в левше правосторонней, и как раз внутреннюю мне в ногу в левую нахлобучил. Ну, и вот таким образом вот у меня завершился этот турнир. Как отношения у вас с Леча сейчас? Вы поддерживаете, общаетесь? Слушай, отлично, мы общаемся, мы созваниваемся, мы всегда, мы дружелюбно. Я не знаю, у нас, да и во всех единоборствах, я считаю, как бы, дружба между соперниками, это, как бы, нормальное дело, нет каких-то моментов, что какая-то неприязнь, знаешь, возникает. С Леча мы отлично, с другими ребятами, со всеми общаемся, дружим, нет какой-то злобы, ненависти, обиды там друг на друга. Ну, я не знаю, ну ты расскажи вот у тебя, как с этим, с Маркусом, не с Маркусом. Мы с ним нормально общались до этого, он мне писал, спрашивал даже, когда там бои анонсили, мы с ним переписывались, в принципе, в Фейсбуке, я к ним нормально относился. Даже после первого боя, там, ну, как бы, ровный бой, и, ну, отдали ему победу. Я, во-первых, у меня не может быть обиды к сопернику вообще никак. Это проблема моя, что я проиграл. Ну, судьи, это тоже третий вариант, ну, как бы, винить их, это, значит, я не доработал, что они могли как-то повлиять на результат. Поэтому я нормально, даже после первого боя. А ко второму бою, уже в горе, он здесь решил, видать, западной такой темы под наезд, и хайповать, стрэш-ток, и он, ну, нес много, ну, я, как бы, этого не до конца понимаю. И сейчас я не до конца понимаю, и про него тоже много говорят. Ну, и, в принципе, в бою, вот в том крайнем, который с ним был, он там не очень хорошо показался, со стороны именно человеческой, с точки зрения мужчин. Ну, и есть такие бойцы, то есть я полностью этого придерживаюсь, это защищай себя, знаешь, defend yourself for the time, то есть ты должен всегда быть в защите. В тот момент, когда я уже подошел бы спиной к нему, то есть он подлетел, начал бы, попытался там еще попасть. Это другое, это его характеризует как человека. А так у меня со всеми, то есть отлично. Я могу где-то пошутить, там, допустим, те же чемпионы Глори, которые до сих пор есть, вот эта проблема Глори, есть и были вообще в моем весе, 85, всех их я выигрывал, то есть там нету никого нового. Это говорит о том тоже, что конкуренции там нет, там вот Алекс Перейров, он уже сколько, то есть где новая кровь. Я не верю в то, что может быть человек, который непобедим, там, это не Майвезер, который выступает раз в год, это постоянная конкуренция, новая кровь. Люди хотят в Глори выступать, хотят зарабатывать деньги, значит, будут приходить молодежь, а молодежь всегда более галлонная, более амбициозная. А где, где, ее не видно, об этом я не верю. Ну вот сейчас у вас, Прокопьевский-то, меньшиков на хороший парень. 85 выступает? Нет, он ниже, это как раз 77 килограмм. Он, в принципе, может, да, забоксировать. Его могут обыграть, но, то есть ударная мощь у него очень сильная, там, зал, ну, мы же с одного зала. То есть у него все сопутствующие для того, чтобы стать чемпионов, есть. Там, в принципе, в зале три бойца Глори. Это Алексей Ульянов, Артем Вахитов и вот Дима Мельшиков. То есть, да, они все, конечно, они в одной каше варятся, естественно, это уровень у них, ну, хороший есть, парниговаться с кем. Поэтому как-то так, а так и общаются абсолютно со всеми. То есть я могу там позвонить, также интервью брать у многих. У меня нет, ну, это идиотизм, мне кажется, обижаться на своего соперника. Это мнение обывателя, который не занимается никаким спортом условно или единоборствами не занимается. Думает, блин, как вы так бьете там друг к другу, а потом еще и руки жмете, обнимаетесь, веселитесь вместе. Это как, говорит, можно вообще? Мы же ничего не делим, по сути. Мы за счет друг друга становимся сильнее. Только сильнее становимся. Я, если честно, задаю вопрос, ну, спортсменам, которые общаются, и я за этим сильно наблюдаю. Легко быть хорошим, когда ты побеждаешь, только, знаешь, когда подойти, утешил своего соперника, сказал, да ты красавец, но тебе в этот раз не повезло, я просто был чуть сильнее. Это легко, ты на позитиве, ты лучше. А вот характеризует бойца как человека, это поражение, как ведет он себя. Когда многие начинают психовать, обзываться, да даже если эти судьи виноваты, да, несправедливость есть, там куча. К сожалению, мир так создано, что он не всегда справедлив. Но как раз твое хладнокровие, как ты относишься к этой ситуации, показывает, кто ты есть. И вот как раз вот эти вот стрессовые ситуации, когда несправедливость, либо поражение, как ты к нему отнесся. Начинаешь ты винить всех вокруг, тренировав, там, команду, я не знаю, там, дядю Вася, соседа, который не давал тебе спать. Это характеризует тебя как бойца. А если ты понимаешь, что причина-то в тебе была, мешал тебе дядя Вася с соседнего подъезда, который спать не давал, впереди уедете в лес, как Масута Цуаяма, и там, в горы, и медитируй, и будь как бы в гармонии с собой. То есть это ты создаешь себя, свою победу. Это не говорю о том, что команда никакую роль не играет. Команда, то, что я чего добился, это только команда. Это тренеры, это родители, это мои друзья, спарринг-партнеры, старшие товарищи, доктора и функционеры. Это все вместе, совокупность факторов. Поэтому я к тому говорю, что поражение очень сильно характеризует человека. Если он нашел все силы после поражения общаться, пожать руку, высказать уважение, то это, знаешь, плюс сто пятьсот к респекту к этому человеку. Но это мое восприятие. И что касается, допустим, Лечи, после поражения он себя очень вежливо вел, очень тактично. Не было никакой обиды, знаешь, это как бы многие еще там рассуждали, что это там что-то договорились, не договорились, как так там вообще такого быть не должно было, знаешь, там какой-то договорняк, как этот цопляк мог пройти, знаешь, там. Ну, как бы у всех у нас есть шанс, да, как бы почему я должен, условно, там уступать, сливать там бой, да, для того, чтобы ты стал чемпионом, условно. Ну, ты докажи, как бы это сделай, вот и все. А как бы так говорить, знаешь, ну, это неправильно. И после боя мы с ним отлично тогда ладили. У нас был момент, что хотели провести даже коммерческий бой в Fight Night. Вроде как уже все согласовали, там, Камил Гаджиев был за этот бой, там, другие люди. А нам международная организация запретила такой коммерческий бой. Условно, наши руководители говорят, не, не надо, там, не надо вот эту вот коммерческую, как бы, такую деятельность там. Ну, тоже здесь двояко. Это привнесло бы, как бы, мне кажется, новую волну популярности, популяризации, если бы вот на ТВ прошел бы коммерческий бой. Василий Сергеевич, вас не трогаю, вы никогда не мешали подготовке. Это мой тренер, товарищ, друг с Междуреченской написал, дядю Васю не трогай, не трогай. Смотри, вот сейчас вот можно вообще жить, вот как обстоят дела с профессиональным Кюкушином вообще, какие-то там гонорары, есть ли они вообще, или как обстоят дела с финансовой составляющей. Или это ты на энтузиазме двигаешься, спонсорские какие-то только... Артем, нету никаких, сразу скажу, гонораров огромных. Есть какие-то разовые моменты поддержки, вот, допустим, у нас ребята сейчас с чемпионата мира приехали, призерами стали, призером мира дали по квартире в Калининградской области, в Зеленоградске, по-моему, Зеленогорске, вот, какой-то так, что-то с Зеленкой связанное. В Зеленогорске, скорее. Ну да, вот, или Зеленоград, вот. Ну, пацаны, как бы, сами не ожидали того, как бы, им дали вот такой вот бонус. Это круто, это важно, такая поддержка, в принципе, глядя на это, может быть, сейчас молодая когорта спортсменов вдохновится этим, и будет, как бы, прилагать все усилия, чтобы стать чемпионами. Вот, а, ну, что касается меня конкретно, у меня были вот несколько коммерческих поединков. Я вот здесь, Новокузнецкий, дрался в ночном клубе по кикбоксингу, дрался в Элисте, дрался в Калмыкии, мы с Ториелом как раз дрались в ринге по Киокушину, дрался в Перми, тоже в ринге, вот, недавно, в сентябре, ну, вот, буквально почти год назад. Такие разовые акции, скажем так, которые, ну, не сказать, что тебя будут кормить. Вот, а что ты зарабатываешь, это уже, как бы, непосредственно твой труд, твои здесь дела, там, тренер, не тренер, какой-то бизнес и так далее. Японские турниры там нету какого-то призового фонда? Я, насколько знаю, я могу ошибаться, ну, по-моему, условно, первое место на Чемпионате мира порядка 20-30 тысяч долларов дают. Но, тем не менее, вот мы сейчас с японцем, приезжал на Японец у нас, проводил мастер-класс Чемпион мира, и он, мы его вопрос задали, и, по-моему, ему что-то около 100 тысяч долларов дали. Я так полагаю, это бонусы вот разных спонсоров. Ну, в принципе, это неплохие деньги, я тебе скажу. Да, жить за это нельзя, но, в принципе, то есть, стимул так или иначе это есть. Для Кевкушина это хорошие деньги, да, знаю, что ты до этого, в принципе, нигде ничего такого не зарабатывал. Но это надо понимать, что ты Чемпион мира, и это Чемпионат мира раз в 4 года. А, еще да, здесь я это не учел. А Чемпионаты России, там, это чисто любительская история. Чемпионат России тоже, он могут давать какие-то, если, допустим, спонсоры есть какие-то этого конкретного турнира, если они заинтересованы, допустим, дать какие-то призы чемпионам, это может быть, это бывает, но это не постоянная тема. Был чемпионат России, там, Кубок России разыгрывали за первое место Toyota Camry на все категории. Четыре категории, 70, 80, 90 и свыше. Из них потом каждый из победителей дрался между собой, 70 с 80-ником, 90 свыше, и потом суперфинал. И Чемпион забирал эту Camry. Не каждому, не в каждой категории. Ну, тоже такая селекция, знаешь. Ну, да, тяжело, тяжело стать вот best of the best. Скажи, то, что спортивное каратэ стало олимпийским, нет ли какой-то ревности в этом? Ну, на мой взгляд, это не самое зрелищное, скажем так, при всем уважении к спортивному каратэ, но не самое зрелищное, это не самое жесткое. Ну, ревности нет, на самом деле, как бы... Или радость, наоборот, радость, что... Нет, то, что радость есть, что, в принципе, каратэ вошло в олимпийскую семью, да, это как бы интересно посмотреть, что из этого получится. Если это получится там какой-то там некрасиво, незрелищно, это будет одно. Если будет интересно, ребята будут классно драться. Все будет зависеть от тех правил, которые утвердят. Если разрешат, как бы, нормально там более-менее в небольшой защите условно там драться в какой-то там... Какой контакт это будет, ну, тоже непонятно, неизвестно. Ну, ревность такой, как таковой, нету. Ну, это не значит, что там Киукушин хуже, а Шатакан, допустим, бесконтактный лучше. Ну, как бы каждому свое, да. Да, они могут там с собой сейчас, допустим, там рекламу себе делать. Мы олимпийский вид, мы олимпийское каратэ. Тролли-вали, приходите к нам. А к ним не надо ходить. Ну, как бы каждый свое выбирает. Но в плане зрелищности, я сейчас скажу, у нас вот несколько поменялись правила. Именно в нашей организации сейчас разрешены такие виды, как подсечки, вывод из равновесия. И если это все своевременно сделано, с хорошим таймингом, с хорошим обозначением, за это тоже даются определенные баллы, хотя до этого этого не было. Вот. И это смотрится. И сейчас нет таких боев, где ты там видишь, как прям дерутся грудь в грудь, и бьют там со всей дуи, там с задержкой ноги. Маваши, знаешь, в корпус бьют там и оставляют там. То есть сейчас это можно все подхватить, подсечь, вывести из равновесия. Ну, переходится, кстати, как к реальному бою. Как вот к реальному бою. Если тебя вывели из равновесия, значит, ты получаешь минус балл, условно. Вот. Поэтому ты уже думаешь, когда тебе что сделать. Лишний раз там не выкинешь какие-то моменты, ногами там не размахаешься. И вот такие моменты, они как бы сейчас немножко скрасили именно наш вид Киукушина. Хотя, действительно, на взгляд обывателя порой, я понимаю, у меня многие друзья спрашивают, блин, а это что такое? А зачем они так? А зачем они этак? А как тут определить победителя? Знаешь, там, ну, такие вот вопросы возникают. И как бы их понимаешь. Да, действительно, может быть, непонятно, в чем суть вообще. Илюха, вот такой вопрос. Ты, давай будем подзакругляться немножко, уже полтора часа проговорили. Смотри, ты рекордсмен мира по Томишевари. Как правильно рекордсмен мира Томишевари, как правильно это звучит и в чем это заключается? Расскажи об этом. Ну, Томишевари – это тоже одна из ветвей, одна из дисциплин Киукушина. Такая визитная карточка – это разбивание различных предметов. В соревновательном плане – это разбивание досок. Такие доски по 2,5 сантиметра толщиной. Сделаны они из сосны. На соревнованиях это выглядит следующим образом. То есть, проходит соревнование, как правило, стадия уже финальная, когда остаются там на чемпионате мира 32 бойца. И все 32 на татаме выходят и заказывают некое количество досок. Четыре упражнения существуют. Это удар кулаком, удар пяткой, удар локтем и удар ребром ладони. И все количество досок, разбитых, суммируется и выявляется победитель. Вот непосредственно мой рекорд составил… В 2015 году я разбил 34 доски. Это было в Нью-Йорке, на чемпионате Америки. Также я поставил рекорд на разбитие локтем 11 досок. До сих пор этот рекорд держится. И также хочется сказать, как этот проходит тест. Первая попытка тебе дается… Ты имеешь право заказать любое количество досок. Там 5, 10, 15 досок. Они в стопку складываются и бьются. Если ты не разбил это количество досок, хотя бы одну из 15 поставил, 14 разбил, одну не разбил, 14 не засчитают. Тебе необходимо выполнить попытку и полностью все разбить доски поставленные. Если ты не разбил эти доски, то тебе дается вторая попытка в этом упражнении, но дается всего 3 доски. 3 доски минимальное количество. Ну, я тебе так скажу, бывает, что ты можешь даже 3 не разбить. То есть у меня было такое, где я не мог разбить, допустим, минимальное количество досок. Все зависит тоже от того человека, кто тебе ставит доски, на что он ставит, какие блоки. Могут блок один кривой быть, один прямой, и доски будут немножко неровно стоять, и тебе тяжелее будет разбить. Доски могут быть недостаточно сухие, могут быть просто мокрые, влажные доски, и тебе просто тяжело разбить. Много ребят ломают руки на этом тесте. У меня тут фу-тфу ни разу не было, я ни разу не ломал ни кисть, ни кулак, и мне посчастливилось, что я без травм прошел. Подготовка идет к этому тесту в основном на киваре, или ты также на тренировках разбиваешь доски? Нет, доски мы не разбиваем на тренировках, это все-таки дорогостоящая затея. Ну, мы в течение жизни своей спортивной карьеры мы закаляем свои ударные конечности, так или иначе, кисти закаляем, стоим на запястье, на пальцах, такие вещи, удержания какие-то делаем. И в течение всей твоей спортивной карьеры ты так или иначе подготавливаешь свои конечности, и со временем приходишь к тому, что необходимо пройти этот тест. И ты либо проходишь, либо не проходишь. Вот твоя проверка по сути. Как ты готовился? Готов ты был или нет? Но нет такого, что ты прям целенаправленно готовишься, знаешь, что там 30 досок ты должен разбить, и ты готовишь вот именно там свой локоть, удар рукой, именно прям там 5 досок. Я смотрю по соперникам, кто сколько еще ставит. На последнем чемпионате мира мы разбили одинаковое количество досок с моим одноклубником, с Новокузнецком, с Данилом Горюшкиным. Мы по 29 досок разбили на чемпионате мира. Вот. Ну, так как я меньше вешал, я стал чемпионом, он занял второе место. Ну, это вообще уникальный случай в истории, когда два с одного города поделили первое-второе место в этой дисциплине. Вот. А специально именно, чтобы там локоть готовить или что-то другое, нет. Ну, локоть, я так скажу, если переборщишь, можно очень больно удариться, и потом тяжело просто бить, разгибать локоть. И поэтому многие из бойцов, многие из бойцов просто по три доски ставят в каждом упражнении. Кто-то, может быть, до этого у него была плохая история, и они ломали себе руки, кулаки. И я знаю, у меня есть друг, который бил, не попал в доски, а попал в блок. Просто мимо, мимо досок, и у него казан вылез сюда, и он такой другу показывает, смотри, говорит, это что, это я сломал, да? Он такой, ну да, походу да. У него просто казан здесь вылез. Ну, вот в металлическую попала основу блока, и привет. Понял. Концовочка, все, такой блиц, ну, не буду как, так, концовочка буду называть. Три единоборства, которые ты выделишь на твой взгляд, которые тебе нравятся. Ну, пускай будет каратэ, тайский бокс, мне нравится, муай тай, и, ну, пускай будет джиу-джитсу. Джиу-джитсу. Человек, вот знаешь, человеку кусинкае в России вначале, а потом человеку кусинкае в мире. Вот, знаешь, вот как можно сказать, допустим, бокс, тайсон, там, баскетбол, Джордан, вот в России, вот кого бы ты выделил сразу? Может, чемпионов просто. Ну, для меня мой тренер всегда был примером Шумин Игоря. Мы росли на его боях, смотрели, как он дерется. Для меня он примером был всегда в жизни. А в мире тяжело одного действительно в пример поставить. вот это действительно такой один уникальный боец. Это президент нашей организации международной Мацуи Шокей. И, наверное, еще бы выделил очень крутого бойца, очень умного, очень сильного для своих габаритов Нарушима Рю. Такой есть чувак, дракон одного удара. несмотря на маленький вес, тоже был призером абсолютных чемпионатов мира. И я многому у него научился в видеоуроках его в обучающих. Было очень круто. Посмотрю. Три страны, которые хотел бы посетить, либо в которых был, ну, твои три любимых страны. Хотел бы в Бразилии побывать. Это, кстати, вот Бразилия это одна из ключевых стран в мире Кюкосинкая, да? Да, там очень, очень, ну, сейчас есть определенный спад, но в свое время первый иностранец, ставший абсолютным чемпионом мира, это Бразилия Франческо Филло. В 99-м году он стал чемпионом мира абсолютным. Как ты назвал? Франческо Филло. Ну, это который в Ки-1 потом ушел, да. Вот, это первый чемпион мира абсолютный, тоже очень крутой чувак, потом у них чемпионы мира были Эвертон Тесейра, тоже в Ки-1 он выступал какое-то время, потом завязал, ну, Фитоза, естественно, который в Ки-1 там раздавал Бразилиян Кик. Вот это Бразилиян Кик, да? Да, вот это переводом. Ну, вот, на них, в принципе, мы такие вот росли. И есть видео, где они готовятся на железе, там, у них еще есть такой мешок, они вешают на какую-то металлическую штуку и бьют типа Йокогери или бокового удара, и задача, чтобы с одного края груша переместилась на другой, она такая ездила на рельсах на таких, было круто. Вот Бразилия, наверное, ну, Россия, естественно, Япония, а, подожди, а мы не говорили про бойцов, говорили, что посетить. Бразилия, Куба, Австралия. А, хорошо, отличный выбор. На Кубе не был или был? Нет. Обязательно съезди, и желательно побыстрее, если есть возможность, пока она не стала как бы современной Кубой, потому что уже тот запрет сняли, а сейчас еще можно ее, как на машине времени в прошлое попасть, это, конечно, уникальная страна. Скажи, а в Японии ты был? Твой стиль каратэ, ну, как бы вообще это Япония, это Восток, был ли ты в Японии? Я был больше десяти раз в Японии. Это уникальная страна, очень чисто, очень люди воспитанные, космос просто, когда приезжаешь, ты вновь всегда чему-то удивляешься, чему-то поражаешься, насколько там чисто, знаешь, вот это вот очень круто, насколько там все продумано, там, до мелочей каких-то, вот этих, от парковок, от развязок, от того, что просто в метро стоят в очереди люди перед тем, как зайти в вагон, там нет толкотни какой-то, как в России, там, ну, действительно, люди очень воспитанные. У меня мечта посетить Японию. Отлично, Илюх, спасибо большое за эфир, классно, на самом деле, много себе открыл, освежил память, и вчера пока готовился к беседе вот этих спортсменов золотой эры К1. Если смотришь сейчас YouTube, есть там канал такой, олдскул называется, я его смотрю, я его, получается, рекламирую, но это просто мое мнение. Там вот все бои старого К1, то есть там рассказывается интересная подача, ну, человек, который комментирует, он так. Слушай, я, по-моему, натыкался на какой-то ролик, где в один из первых турниров они комментировали, комментировал, я не помню, там, из какой-то типа Гоблина перевод. Ну, они там называют ту роль. Может быть, об этом речь? Ролик, знаешь, как Ночь Люлей, там, К1 Макс или там К1 1997 года, там, Ночь Люлей от Энди Хуга. Я, кстати, этот К1, ты вспомнил про этого, вспомнил, был в Таиланде, фотался с твоим принципиальным Йо Цин Клай, это твой текст. Вот, Йо Цин Клай, отличное отношение у нас, два раза мы боксировали, один раз он выиграл, один раз я, шикарное отношение, то есть к тому увернёмся, что спортивная составляющая никак не должна влиять на отношения между спортсменами и людьми. Да, согласен. Всё, Илюх, большое тебе спасибо за эфир, спишемся, звонимся, буду в Новокузнецке, обязательно увидимся, думаю, летом пересечёмся. Всё, я тебя попрошу отключиться и буду заканчивать эфир. Давай, давай, тут что, вопросы-то, ты не считал, что тут пишут? Я, что писали, так озвучивал, но то, что мы в процессе большинства интервью ответили. Я просто... Всё, всё, давай, Артём. Рад видеть, давай. Как там погода у вас? Ну, сегодня дождик, а так жарко, как у вас, вот, единственное, что радует. А так соскучился, ждём, когда границы откроют. Всё, на связи. Давай, будь здоров, счастлив. Кто, вопросы, напишите мне в личку, если интересно, если на что-то не ответили. Всё, включаюсь. Вот так, друзья, это был Илья Карпенко, мастер спорта международного класса по каратэке и кусинкай, рекордсмен мира по тамишеваре, и просто классный парень, и самое главное, он мой земляк, он с Кузбасса, поэтому я этого человека знаю давно, он выступал по правилам кикбоксинга, то есть это достойный спортсмен, достойный боец, вот, ни одним тайским боксом сытый, как говорится. Поэтому, интересно мне общаться, интересно узнавать что-то новое. Всем спасибо, кто был. Илья, тебе ещё раз огромное спасибо и огромный респект. Всем спасибо, кто с нами были. Через 20 минут стартует следующий эфир, он будет с Михаилом Главинским, мой друг, коллега, один из ведущих тренеров по тайскому боксу из Кузбасса и судья международной категории по версии Ихма. Так что, через 20 минут следующий эфир. Всем спасибо, Muay Thai Forever.